у меня есть источники на местах естественно их открывать не буду потому что только их открою они таковым перестанут быть причем по обе линии фронта я это общаюсь многими солдатами некоторыми которые в нем общаются пишут в личку и говорят ты знаешь это право надо этот гнойник надо уничтожать до конца чтобы выплатить компенсации за погибших всех солдат реальных которые были погибли в высу нужно только за три месяца с копейкой да нужно отдать весь бюджет украины катастрофически упало снабжение армии на подножном корму местное население что даст а с учетом того что на донбассе идет в основном боевые действия местное население люто ненавидит в ссу более того им самим жрать на самом деле нечего понятно что они с ними делиться не будет там полный а по итогу этой войны я думаю государство украина как таковое исчезнет политической карты мира причем спасибо в кавычках здесь должны будет сказать первую очередь так называемые патриоты именно себе юрий здравствуйте да добрый день мы рады вас видеть здесь у нас ну хоть и виртуально но в минске в нашей студии белорусского телеграфного агентства из последних событий визит трех веселых президентов ну или руководители стран там если точнее быть италии франции германии на украину что это было на ваш взгляд а по-моему 4 все-таки было товарищи еще румынский там при примазал так ребят ну его как его как-то так он не попал объективы в купе я так понимаю ехали через румынию соответственно подсел в лучший вагончик и доехал вместе с ним ну не ладно шутки в сторону на самом деле я бы это это событие связал с следующим еще одним событием которое случилось на следующий день а именно визитом премьер-министра великобритании бориса джонса который буквально как на эти как аж парень прилетел киев по следам вот этих трех мушкетеров трус был бывалый балбес уже окрестили да вот чем интересно вот эти два события и почему они взаимосвязаны они показывают что в европе есть два мнения две позиции причем первую позицию отстаивают великобритания и и партнеры например польша в первую очередь а вторую позицию отстаивает германия франция и италия три ведущие страны европейского союза причем и что пытались донести до зеленского руководители трех европейских стран они пытались убедить президента украины в том что нужно садиться за стол переговоров что есть такая фрау ангела меркель который есть хорошее отношение с владимиром путином она может стать посредниками таким образом на любых условиях они хотят замирить украину и россию и соответственно прекратить войну в европе это и главная цель главный лейтмотив и кстати мы обратим внимание именно эти три страны в первую очередь том числе тормозят серьезные поставки вооружений на украину то что поставляется на самом деле это капля в море например вот по рамштайну 3 тот перечень вооружений который был согласован он выбивается за один-два дня в сутер потери идут такие то есть понятно цифры смешные я тоже обратил внимание там 6 установок артиллерийских но это не 60 6 рсзо причем три британские три немецкие ну 18 гауби опять же американские американцы да два гарпуна опять же американские то есть по сути европейский союз из тяжелого вооружения в на данной конференции предоставил только 3 рсзо ну и потом 6 еще салу во время визита в киев пообещала макрон это все причем великобритания внесла равную долю с германии по сути а сша больше всех вместе взяты но даже 6 но что такое 6 ну вот продолжим да теперь юрий смотрите а борис джонсон прилетел как ошпаренный чтобы убедить зеленского ни в коем случае не садится за стол переговоров и это его был лейтмотив причем именно после визита зеленского ой прошу прощения борису джонсон зеленский стал никаких поступок не будет все никаких мирных переговоров не будет будем воевать до конца ну до победного парада так понимаю не предполагают в москве то есть это показывает что есть две позиции европе первую ну а американскую условно ставят великобритании там польши и другие союзники великобритании сша вторую отстаивать большинство стран причем первую главных стран европейского союза причем эти позиции диаметрально противоположны по так называемому украинскому кризису но получается естественно страдает больше всех в общем-то старая европа и надо что-то с этим делать никому из них война они уже поняли что это невыгодно не кажется ли вам что американцы отдали полностью на откуп украинскую тему британцам ведут приближающихся опять же выборов и все-таки смещение акцента на внутреннюю политику свою нежели на украинскую повестку я бы слова откуп все-таки назвал бы по-другому да то есть как бы дать это британии в основу заправляют украинский вопрос не потому что сша не занимается очень много проблем во первых у них есть проблема внутренняя это колоссальный грозит разгром демократической партии на промежуточных выборах уже если ничего не создавать а реально что-то они придумают у них колоссальные проблемы то есть большинство в конгрессе они теряют и с большой перспективы потери кресла президента следующий президентскую кампанию второй момент это китай надо же не забывать что основная борьба все-таки идет между китаем и соединенными штатами америки двумя ведущими мировыми экономиками а россия россия и конфликты в европе это ну как бы второстепенный какой-то степени для нас да это первостепенный конфликт а для них это второстепенный конфликт главной целью которых является разрушить и ну как бы экономические связи между европейским союзом и россии если мы посмотрим то в целом схема тоже которая была примена в четырнадцатом году в опросе санкций но единственно что она перешла на новый уровень и в том числе появилась горячая война европе потому что ну понятно что другого то старая схема четырнадцатого года она просто перестала двадцать второму году работать ну и главная задача оторвать европейский союз от россии и в вбить их время вставить их в свою обойму если внимательно посмотрим на тот перечень стран которые стали откровенные противниками россии то вместе взятые вот так называемое мировое сообществом они себя так любят называть мировым сообществом они составляют но в лучшем случае одну восьмую этого самого мирового сообщества по численности населения и даже по общей экономики они в лучшем случае составляют одну ее 3 то есть они в явном откровенно мечте это с учетом европейского союза а если убрать европейский союз то там будет одна двадцатая но они то так не считают и мы еще подливаем масла в огонь когда говорим вот это цивилизованные страны это европейское сообщество мировое сообщество и так далее ну так у нас почему-то заведено говорить а вот я задался вопросом вот как то вот знаете а в чем их цивилизованность но кроме садами у них никакой цивилизованности но опять же это вопрос условный как называть цивилизации или нет вопросе гражданских прав и свободу них деградация мощнейшая вопросы гражданских институтов деградация вопросе вообще социальное развитие они зашли в тупик в чем их цели ну вот так как они вообще ведут себя по отношению к другим людям ну цивилизованным их точно назвать нельзя в чем конкретно и цивилизованность проявляется у меня возникает вопрос но видите сформировалось устойчивое мнение я так я же понимаю и мы и вы понимаете что с их собственно подачи они хорошие маркетологи они когда-то продали эту конфету нам мы задорого купили а сейчас поняли когда развернули обертку что там ничего вкусного и хорошего и полезного ну нет ну цивилизованного вы регулярно подаете самую свежую информацию об установке театре военных действий ваши источники информации у меня их много разные но в первую очередь это официальные источники самое смешное поставить после я поймал себя на мысли что последнее время полностью исключил официальные источники министерства обороны р.ф. настолько они стали бессмысленными что за полтора месяца я поймал себя на мысли я ни разу даже не послушал что там конношенков говорит вот честно неинтересно настолько бессмысленно настолько вот ну я считаю неправильно ведется информационная политика в отношении министерства обороны р.ф. что я просто даже не обращаю на нее внимание а вот эту сводку услуги генштаба я читали ежедневно два раза в день как оно только выходит там она гораздо порядок более информативно, чем Министерство Обороны Российской Федерации. Также у меня есть источники на местах. Естественно, их открывать не буду, потому что кто-то их откроет, они таковыми перестанут быть. Причем по обе линии фронта. То есть по обе стороны фронта. Ну и, соответственно, еще другая информация, которая попадает в сеть, в социальные сети. Я их тоже... Есть набор социальных сетей, которые я мониторю. Все это вместе складываю и провожу анализ. Потому какая информация к вам поступает с обеих сторон? Каково сейчас моральное состояние? Вы знаете, я, наверное, все-таки сравню. Это сравнить состояние психологически вооруженных сил России и Украины. На самом деле, очень интересный след, особенно в динамике за все это время. Вначале, когда была первая фаза операции, она строилась на ошибочных предположениях. Соответственно, можно поставить в пассиву России эту первую фазу. Моральный дух и солдат российской армии довольно быстро менялся в худшую сторону. Потом, когда фаза пошла вторая, начали большие потери в ВСУ, а у России заметно уменьшились потери. Моральный дух российских солдат заметно вырос. Более того, вот буквально на днях мне сбросил мой знакомый интересный разговор, который он вел со своим другим знакомым, сын которого служит в российской армии, не буду говорить на каком направлении. И что примечательно, вот этот солдат российский, контрактник, он, по мнению родителя, он был навальненком. Кто понимает, он больше верил оппозиции российской, чем, ну не важно, как он попал в армию, важно то, что он больше верил оппозиции российской, чем официальной власти. Но когда он повоевал на украинском фронте, увидел все это воочию, что там творится, он говорит, теперь большего патриота, пропутиниста, говорит, трудно найти. То есть буквально за пару месяцев военной операции человек, говорит, насчет того, как у него психологическое состояние, это обязательно надо возвращаться, обязательно нужно заканчивать это до конца. То есть это оставлять в полузачаточном состоянии, вот этом полуразбитом, нельзя. То есть мы должны эту войну выиграть и до конца. То есть за последние два месяца, я это общаюсь с многими солдатами некоторыми, которые мне общаются, пишут в личку, говорят, ты знаешь, Юр, ты прав, надо, этот гнойник надо уничтожать до конца, потому что иначе нам будет всем крышка, если мы этого не добьем. И вот здесь я вижу, что за последние два месяца моральное состояние российской армии, особенно той, которая находится на территории уже Украины, воюет там, она заметно улучшилась, но, к сожалению, этого до сих пор не может понять, как мне кажется, значительная часть российского общества. Для них война это очень-очень далеко. К сожалению, близко принимают эту войну люди, родственники которых там воюют, ну и люди, которые вообще внимательно стоят за политической ситуацией в мире, которые переживают, ну и мыслят дальше, чем на один шаг вперед. Это вот по состоянию на российское общество, да, по украинскому все с точностью до наоборот. Первые недели там была эйфория, там все были ярые патриоты, писали огромное количество ссылок, я думаю, в Беларусь это попадало, я видел, и в Россию, всем знакомым, что же вы там, мы там вас и так далее, мы вас знать не хотим, вы сволочи и так далее. Этот вал мгновенно ушел, вместе с вот первой фазой, то есть, когда казалось Киеву и киевским прихвостням, что у них все более-менее нормально, потом, когда пошли огромный вал потерь, армия украинская начала быстро терять моральный дух, а это связано не только с тем, что их начали бить намного больше, они же видят, что они потери несут почти на порядок больше, чем российские войска. Более того, перспективы, они тоже прекрасно понимают, что никакой перспективы нет. Экономически Украина не тянет эту войну, вот буквально перед записью этого видео, я выложил материал, где показалось, что экономические перспективы у ВСУ очень страшны, потому что те обещанные выплаты за погибших, украинский бюджет физически не способен выплатить, а никто из западных, так называемых, партнеров не спешит брать Украину на баланс. Понятно, Европа, которая не хочет этой войны, она выкручивает руки Зеленскому, но даже Великобритания и США не спешат финансировать режим Зеленского в том объеме, который необходим. Для примера, чтобы вы понимали, чтобы выплатить компенсации за погибших всех солдат реальных, которые были погибли в ВСУ, нужно только за три месяца с копейкой, нужно отдать весь бюджет Украины. То есть все деньги, которые собираются сегодня в бюджет Украины, должны дать на эти выплаты. А если мы добавим туда еще содержание той армии, которая сейчас есть в том обещанном режиме, то мы получим еще один бюджет Украины, то есть уже два бюджета Украины, а война же только еще началась. То есть все это создает просто тупик. И вот сейчас уже идут информации о том, что огромное количество солдат воюет как мертвые души. Вот буквально вчера был ролик, львовские, так сказать, родственники военнослужащих выложили, они попали в части, ужаснулись. В военных билетах солдат, которые находятся на фронте, вообще, некоторые вообще не числятся уже в армии, если по всем штампикам, да, а некоторые не на фронте. Значит, получается, чтобы не платить? Чтобы не платить военные, боевые, а соответственно, если человек пропадет, погибнет, то есть чтобы не платить вот эти 15 миллионов гривен, которые обещал Зеленский за каждого погибшего, родственников. То есть вот это уже, причем это стало системой. Более того, за последние недели катастрофически упало снабжение армии. Там едят, ну еда вообще местами не перенесла, как бы, это вопрос только, знаете, на подножном корму местное население что даст, а с учетом того, что на Донбассе идут в основном боевые действия. Местное население люто ненавидит ВСУ. Более того, им самим жрать на самом деле нечего. Понятно, что они с ними делиться не будут. Там полный алис. Там просто приезжают вот солдаты, кармлят свои родственники прямо вот с Львовской области. Был роли вчера потрясающий, да. То есть на самом деле там полный развал. Понимаете, можете себе представить моральный дух и солдат, и, соответственно, общество. Оно стремительно деградирует. Глава нашего государства говорил о том, что украинские военные, ну, я уверен, что там есть полно здравых людей, которые, в общем-то, сбросив с себя идеологические шоры, готовы и на адекватные поступки. Они, в общем-то, рано или поздно могут смести этот действующий режим. Абсолютно не исключает такой возможности. Правда, я не жду его сейчас. Но вот вариант, как в фашистской Германии был, это заговор против Гитлера 1944-го года, заговор генерала вполне может быть, потому что недовольство идет. Офицеры, генералы видят, что их просто из политической целесообразности просто отправляют на бой, армию отправляют на бой. На самом деле там, к сожалению, мне очень не нравится то, как ведет официальную пропаганду, даже центральные российские каналы не называют всех солдат ВСУ нацистами, пытаются все это объединить. Во-первых, это неправда, это не так оно есть. На самом деле, я считаю, там идет большая гражданская война на территории бывшего Советского Союза. Вот она сейчас оканчится вот такими кровавыми соплями, как говорится. К сожалению, мы так запустили эту проблему, что теперь вынуждены нести вот такие потери. И здесь очень важно, что действительно среди украинских генералов и офицеров, а многие из них, кстати, все 8 лет воевали, может возникнуть идея сместить Зеленского, но понятно, что это мало что даст, потому что мы вот сместили они Зеленского, а дальше что? То есть понятно, что Британия и США этого не допустят как могут, а разведка у них работает очень хорошо. Скорее всего эти генералы, арестуют и посадят, либо там пристрелят и так далее, катастрофу им устроят. Я думаю, что британцы и США настолько уверены, ну, как бы заинтересованы в войне, и они прекрасно понимают настроение в армии, что они, конечно, этот вариант прорабатывают и не допустят того, чтобы генералы сверли Зеленского. Ну, вариант военный хунт, пусть даже временный, он, в принципе, все равно возможен, мне кажется. Скажите, пожалуйста, что происходит на самом деле возле Донецка? Потому как, ну, я прекрасно понимаю людей, которые там живут, ну, насколько могу понять, находясь далеко, конечно, от этого места, ежедневные обстрелы, гибели, ранения, в общем-то, сводки такие, как будто там вот прям самое пекло, хотя уже сколько дней идет спецоперация. Неужели там действительно такой сильный, мощный укрепрайон, с которым ничего невозможно сделать? Не, ну, невозможного ничего нет, но там действительно мощнейший укрепрайон железобетонного сооружения, которое, ну, даже прямое попадание гаубичного снаряда далеко не факт, что можно вывести из строя окончательно. Да, там те люди, которые внутри стоят, там могут оглопнуть, там еще чуть-чуть, там контузию получить, но придут новые и будут сохранять. Там, на самом деле, чуть ли не вот той же Маринке, там некоторые окопы были отбиты, там в несколько эшелонов, как, знаете, линия Маннергейма выкопана и забетонирована. То есть очень серьезная подготовка, 8 лет там копали, причем это как раз от района Авдеевка, Маринка, Красногоровка, где это все там на километры вглубь забетонировано, и все точки пристреляны, все там сектора распределены, и там очень серьезная линия обороны. Это вот, знаете, я бы сравнил бы, ну, понятно, что насыщенности войсками такой нет, как в советско-финскую войну, но вот с линией Маннергейма определенной, да. И почему эти обстрелы? Потому что задача-то сделать так, чтобы население России, Донецка воздействовало на политику, на политиков, соответственно, политики предполагают отдавать приказ армии, и российская армия вместо концентрированного удара по району Лисичанска, Северодонецка, куда стянуты, ну, значительная часть войск, в том числе и артиллерия, там не так уж много донецки осталось артиллерии для контрбатарейной борьбы, она практически, на самом деле, вчера, например, практически не велась. Вот задача оттянуть именно на это направление хотя бы артиллерию, а лучше пехоту, и заставить Россию атаковать в лоб, положить свои войска и таким образом свести Донецкую битву, ну, хотя бы в ничью. Я думаю, такая задумка. И для этого они кошмарят, терроризируют мирное население, уже, наверное, вторую неделю. А обыватель ведь думает о том, что есть современные мощные боеприпасы, для которых бетонные все эти стены, в общем-то, не являются препятствием. Поэтому и рассуждения такие идут. Почему до сих пор все это происходит? Да, дилетанируем. На самом деле, очень большой дилетанируем. Я понимаю, что в жизни оно все не так, как в книжках и в кино, но, тем не менее, люди склонны так думать. Приводя в пример слова одного из солдат, вы сказали, что эту язву нужно уничтожать до конца. Вот в вашем понимании до конца это как? Деноцификация, то есть это не просто, знаете, вот как Зеленский, например, заключил перемирие, там сказал, мы больше не будем там прославлять Бандеру Шахевича. На самом деле, деноцификация подразумевает искоренение всего того, что было сделано на протяжении даже не последних восьми лет. К сожалению, в Украине, ну я был этому свидетелем, лично много, десятка несколько лет, и потом уже как бы вижу издалека, просто выстраивается государство, и, соответственно, воспитывается общество в ненависти. В ненависти именно, в первую очередь, к России. То есть его изначально затачивают, то есть когда нам рассказывали сказку о том, что, например, вы будете в Европе, будете получать там хорошие зарплаты, вы европейцы. С ним обратили внимание, ни одного шага для того, чтобы в Европу это общество попало, никто не делал. Более того, удерживали власти подонков-скотов, которые в конечной методе готовили Украину только к одному. К вот этой схватке. То есть украинцев изначально уже готовили на заклане. Кстати, какие жители Белоруссии? Вот эти ваши оппозиционеры, которые выходили не только в 2020 году, ведь они-то должны встроиться именно в эту концепцию борьбы с Россией. То есть мы должны своими жизнями бороться за счастье европейцев. В надежде, что нас туда кто-то когда-то пустит. Хотя мы для них, если внимательно посмотреть, я вот смотрел интервью с некоторыми белорусскими оппозиционерами, которые попали в Европу, они удивляются, почему так нас плохо встречаются. Сейчас масса пошла таких же новостей из-за украинских беженцев. То есть мы для них чужие. То есть они нас всех считают русскими. И плевать им на то, да, они нас идентифицируют для того, чтобы мы воевали друг с другом по-разному. Но в данном случае это не так уже важно. Важно то, что наша задача умереть ради их интересов и максимально ослабить Россию, чтобы им потом легче было Россию добивать. И никакой другой цели они при этом не ставят. Вот это вот проблема. Но самое обидное, что на самом-то деле мы для них были чужие всегда. И даже в хорошие времена, когда были там хорошие отношения. Ну как видимость хотя бы хороших отношений, рукопожатия, встречи и так далее, и так далее. Все равно это всегда чувствовалось, что особенно тем, кто туда же приехал жить, в той же Германии четко давали понять, что ты человек второго сорта. Даже если ты очень богатый, у тебя много денег. Это не играло роли вообще никакой. Да. Каковы настроения сейчас на территориях, которые уже освобождены от действующего режима? Я вот сегодня смотрел видео на вашем канале, где жители Харьковской области. Тут, к сожалению, не указан населенный пункт. Ну, после снов... Ну, бывает не всего Купенска. Я так думаю, что это либо Купенс, либо где-то рядышком. Ну, я вот прямо сейчас у меня открыто. Тут достаточно много человек. Наверное, человек 200-300. Видимо, наверное, все население этого населенного пункта. Если не все, то те, кто остались. Нет, я думаю, это районный центр. Я стал там по звукам. То есть, мы будем здесь создавать и поселам. То есть, это будет районный центр. Тут вариантов ровно два. Либо Купенск, либо Изюм. Но, скорее всего, Купенска, потому что Изюм еще прилетает обстрел. И там народ как-то... Ну, просто вот что я вижу на видео. Действительно, очень много людей. Люди очень заинтересованно слушают представителя. В данном случае депутата Госдумы. Который рассказывает о каких-то перспективах ближайшего времени. Документы, какие будут появляться. И так далее, и так далее. И после слов одного из, опять же, представителей Российской Федерации, что Россия здесь навсегда, аплодисменты. А еще, когда, обратите внимание, когда будем сейчас раздавать паспорта, заулыбались. И с таким удивлением. Да, точно, классно. Да, значит, смотрите. Настроение, кстати, здесь очень хорошо показательно. Именно юг Украины меняется. И это показывает, что технологии, информационные технологии, они все-таки очень значимы для этого. Очень быстро. Как только выключаются украинские телевизионные ящики, включаются российские, настроение стремительно меняется. То есть люди очень, ну, к сожалению, наверное, все-таки, выросло такое поколение людей, и его, я так понимаю, на Украине, не только на Украине, сознательно взращивали, в том числе западные, так называемые, партнеры, которые, ну, не помнят свои истории, которые не критически мыслят, у которых знания, ну, это такие обрычатые, которые можно легко куда угодно перестроить, и, соответственно, вложить в голову любую чушь. И вот сегодня мы видим, как российский телеящик этих же самых людей, которые люто ненавидели их на протяжении последних месяцев, допустим, мгновенно, как бы, там все меняется. Очень быстро они начинают любить Россию, причем иногда так интересные кульбиты появляются, что просто поражаются, как это может быть. Я думаю, что по мере освобождения Украины от этого режима население будет стремительно прозревать, особенно на юге и востоке Украины, где традиционно были сильны пророссийские отношения. Вот эта вот белина, которая спустилась на глаза этих людей благодаря этому тотальному информационному прессингу, она будет убираться. То есть здесь я проблем не вижу. Более того, и даже с учетом той проблем, которая сейчас есть в Киеве, я не вижу даже проблем на центральной части Украины. Я думаю, тоже будет все очень неожиданно для тех, кто считает, что украинцы будут воевать с русскими до конца. То есть я думаю, что это затянется все-таки на долго, имеется в моем понимании на долго. То есть в этом году мы это все не закончим. А зима сделает очень много положительных изменений во взглядах украинцев по отношению к России. Вернее, оно сделает как? Ну, тут же есть два пути, чтобы тебя любили больше, чем, например, твоего конкурента. Главное, чтобы конкурента ненавидели больше, чем тебя. Тебя будут вообще не любить, но если конкурента ненавидят больше, то тебя, соответственно, будут любить больше, тем более, что ты придешь и решишь проблемы конкурента. То есть я думаю, что стратегия выбрана такова, что, и даже не спешит армия для того, чтобы украинцы вдоволь насладились своим режимом, и когда Россия придет, это уменьшило сопротивление, ну, по сути, неизбежного. На самом деле, с учетом того, что я вижу, происходит на территории Херсонской, Запорожской, Харьковской областях, а уже разговоры о референдуме идут, и, соответственно, Москва всеми своими словами подает людям такой тезис, что все, вы войдете в состав Российской Федерации. Я думаю, что по итогу вот этой войны, я не знаю, когда она точно закончится, но по итогу этого противостояния, она может, конечно, быть в нескольких фазах еще, но надеюсь, что заодно все-таки все это, чтобы людей не мучить. То по итогу этой войны, я думаю, государство Украина как таковое исчезнет с политической картой мира. Причем, спасибо, в кавычках, здесь должны будут сказать, в первую очередь, так называемые патриоты, именно себе. Я их еще в 2015 году предупреждал. Если вы не прекратите вот этого дебилизма, вы уничтожите Украину как государство. И мы сейчас, я думаю, наблюдаем за этим самым процессом. Ну вот вы просто сняли с языка мой следующий вопрос. Вот на мой взгляд, Киев, при всей моей любви к этому очень красивому городу, стремительно просто на глазах теряет свое политическое значение. и вес. И, вы знаете, помните, были времена, когда Киев был небольшим, маленьким пограничным городком, и, собственно, все. Может, по размеру он таким же останется, как сейчас, но вот с точки зрения своего политического значения, вот он, мне кажется, стремится к тому времени. Это 17 век, кажется. Ну, в 17 веке, да. В 17 веке, его, кстати, купила Россия, если эту историю уже взяли, разделили левобережную и правобережную Украину, а город Киев же был на правом берегу, тогда на левобережье Киева не было. Так вот, чтобы Киев стал частью России, Россия просто предложила Польше деньги, по сути, купила эту территорию за деньги. То есть она выкупила эту территорию Польши. Но дело не в этом. Да, постепенно Киев теряет свой политический вес, и по итогу развала Украины как государства, ну, он станет таким же уровнем города-миллионником, как тот же Харьков. Понятно, что потеряв статус столицы, оттуда отхлынет огромное количество населения. Ведь понятно, что много людей там было, потому что это была столица страны. Соответственно, люди туда стремились. После войны, естественно, он захереет и восстанавливает его в виде столицы. Ну, если решится ситуация именно таким образом, я думаю, именно таким образом она решится, никто не будет. И на месте, например, российского руководства, если бы я уже создавал какой-нибудь политический центр на Украине, ну, если там будет федеральный округ какой-то, то где-нибудь в районе Харькова, ну, более лояльного города Российской Федерации. То есть, я думаю, что для Киева его блестящие времена уже позади. Не допускаете ли на фоне многочисленных заявлений польского руководства с явными претензиями на западную территорию Украины, нынешней Украины, в том виде, который мы все еще знаем, что вот та история, граница под Днепру, может вернуться? Знаете, под Днепру нет. Я думаю, мы этого не допустим. Потому что для Москвы решение проблемы Украины, оно понятно, что выглядит идеально в том плане, что Украина государства должно исчезнуть, но оно должно исчезнуть с минимальными территориальными потерями в пользу Польши. А Польша, естественно, попытается взять как можно большее количество украинских земель, но здесь, в их шатте, мы уже видим по реакции стран НАТО, то есть центральная квартира НАТО говорит, что, ребят, если польская армия попадет на территорию Украины, она будет воевать с российской армией один на один. Мы туда влезать не будем. Соответственно, поляки уже исходя из этого будут соизмерять свои возможности с тем, чтобы оторвать как можно большее куски. Я думаю, что линия все-таки пройдет, скорее всего, по линии с Бруча, то есть старая польская граница, до 1939 года. Тем более, что на эту территорию формально польское государство может претендовать, например, объявив вот ту войну и акт Молотова-Рибетропа преступный. Ну, соответственно, вы понимаете, дальше с политической точки зрения решить эту проблему будет намного проще. Ну и тем более, что Польша, скорее всего, пойдет по российскому, крымскому сценарию, соответственно, объявит там референдумы и под информационным давлением, что у вас есть выбор либо в Москву, либо в Польшу, естественно, жители Западной Украины проголосуют в Польше. А там, как говорится, уже будет другая война. Я абсолютно не исключаю, что у Польши после этого начнутся свои проблемы. То есть я пока вижу схему примерно такую. Польша будет ждать до последнего. Она, естественно, будет помогать ВСУ, держа нож за пазухой. И до того момента, пока украинская армия не начнет и государство рассыпаться, как Афганистан, который вот пал, да, буквально за считанные недели. Как только это произойдет, Польша мгновенно заходит на эти территории и пытается их удержать, причем при помощи по объявлению о референдумах. Где граница точно зависит, кстати, от успеха военной операции. Но самым таким реальным вариантом, я думаю, линия с Бруча плюс-минус. Область влево, область вправо. Там Хмельницкая, Житомирская, туда-сюда. То есть особенно Хмельницкая. То есть это вопрос такой вот. Вы знаете, вот споймался на мысли, мы вот сколько уже с вами разговариваем и обсуждаем, в том числе и будущее Украины. И мы говорим о России как о субъекте, о Польше, но уже фактически не говорим о действующем президенте. На фоне особенно недвусмысленных, в общем-то, выражений российского руководства, уже неоднократных о том, что нет, наверное, смысл вести переговоры с этим товарищем, который сейчас во главе Украины пока еще находится. Как вы думаете, сколько он вообще продержится? Или ровно столько, сколько его будут поддерживать американцы и британцы? Да, ровно столько, сколько его будут поддерживать американцы и британцы. А там, как они решат. Ну, например, я абсолютно не исключаю такого варианта, что его же собственная охрана, то ли она британская, то ли американская, мы не знаем точно, но она точно антоязычная. Его пристрелит, объявят, что это Москва его пристрелила. Но, значит, целесообразность его нахождения у власти закончилась и, соответственно, начинается играть другой сценарий. То есть он уже реально марионетка, которая не отвечает даже за судную безопасность. Его даже убьют тогда, когда британцы, американцы захотят. Увидите, чтобы Зеленский выставил в качестве жертвы. Прецеденты, которые появляются сегодня на Украине, насколько они, на ваш взгляд, могут послужить разным событием в дальнейшем в Европе? Я сейчас и при Балтике, и марши Литвы по поводу транспортного коридора в Калининградскую область. Ну, идет прощупывание позиций России, насколько Россия готова отстаивать свои интересы. Надо уже понимать, что все, началась, по сути, война. То есть она ведется разными способами. На Украине она ведется при помощи самолетов, танковой, артиллерии. С другими частями Европы она ведется, в основном, санкционная, либо экономическая. Но она в любой момент может перерасти в реальную войну против той или иной страны. Понятно, что сейчас страны НАТО и Литва, соответственно, прощупывают, вернее, американцы в данном случае. Давайте вспомним, что Литва всегда была под колпаком не Европейского Союза, в первую очередь, а США. То есть американцы прощупывают, насколько Россия готова здесь идти, но литовцы очень сильно рискуют. Да, пока американцы считают проблему России главной, они будут их поддерживать. Но когда США переключатся либо на внутреннюю повестку дня, либо на Китай, ну, я вот насчет Литвы сомневался насчет ее будущего. Потому что, на самом деле, если мы посмотрим проблематику Польши и вступление Польши на территорию Украины, захват территории и части Украины, то с точки зрения России с поляками это проще договориться. Проще договориться и закрыть вопрос войны на Украине, соответственно, легализации тех приобретений, которые Россия получит на украинской территории. А дальше давайте вспомним, что такое Литва до 1939 года. Извините, город Вильнюс, он был польским городом. И поляки об этом отлично помнят. Для них это такие же восточные кресты, как и западная Украина. А давайте предположим, что с Польшей и там могут договориться. То есть Польша сыграет роль гитлеровской Германии своеобразной. Причем, ну, я как человек прагматики, соответственно, понимающий, что большая политика всегда делается прагматиками, а не идеалистами. Прекрасно понимаю, что даже в этой ситуации российское руководство, деля с Польшей, Украину и, например, Прибалтику, дальше будет готовить раздел Литвы, ой, Польши, прошу прощения. Соответственно, с отобранием той территории, которой они первоначально ему вступили. Если мы вспомним первоначальные разделы Польши, то, собственно говоря, все так и было. Еще очень важный, интересный момент, который, к сожалению, ну, как бы для поляков, прошу прощения, для Прибалтов, они сейчас это не обращают внимания. Они радуются, что многие беженцы из Украины антироссийские попали на их территорию. Они плохо себя, как бы, как к России относятся и так далее. И таким образом пытаются решить демографические проблемы этих республик. А там страшные же вещи демографические творятся. Там провал, там ямы. Так вот, когда Украина как государство исчезнет, то через 5-10 лет все эти украинцы будут русскими. Там. Плюс те русские, которые там есть. И что будет, на самом деле, если так будет Прибалтика обезлюживаться и, соответственно, заселяться другими населениями, то уже через какое-то время, если вот случится такая ситуация, проблема в Европе, она может быть, сейчас большой мировой кризис будет в ближайшие годы. Это будет страшная вещь. А может быть распад НАТО, может быть Турция уже рубит НАТО изнутри. Может быть распад Европейского Союза. Все, что угодно может случиться. И вот что будет делать Прибалтика, когда, например, мы предположим, США уходят в Восточную Азию, проблема внутренняя начинается, и не до этого Европейский Союз начинает повреждать свои внутренние проблемы, НАТО распадается, что будет делать Прибалтика. С учетом того, что, например, в Прибалтике уже сейчас треть населения, вернее, в Латвии русская, в Эстонии там 20% и так далее. Зашла Россия, и дальше что? Что вы будете делать? А повод вот дали хороший, выбросили. То есть, как бы, надо же понимать, что вот это закрытие коридора между Калининградской областью и, по сути, Белоруссию, ну, союзным государством, а там же, когда принимали это решение, по-моему, в 2003-2004 годах, оно увязывалось с признанием границ литовского государства. То есть, по сути, разорвав это соглашение, Литва отзывает признание границ Литвы. То есть, Российская армия ему говорит, что все, да мы не признаем границ Литвы. Забыли. Все, это наше. Ну, мне кажется, единственное, что литовское руководство здесь, опять же, не самостоятельно, как было не самостоятельно украинское, когда провоцировало постоянно Россию на какие-то серьезные действия. Сейчас то же самое мы наблюдаем в Литве. У меня такой белорусский вопрос, конечно, сейчас, что будут делать наши беглые, которые сейчас, ну, для которых Литва всегда считалась таким, ну, традиционным оплотом, ну, и местом, где они, в общем-то, чувствуют себя более-менее комфортно. Во-первых, это близко. Тут от Минска до литовской границы совсем ерунда. Часа два на машине, и ты в Вильнюсе, в общем-то. Вот, и они там пока еще чувствуют себя достаточно вольготно. А вот, когда, если там все это будет разворачиваться по-другому, где они будут искать себе место, большой вопрос. А на самом деле это уже не важно. Вы же поймите, они все работали вот на вот той скорленно, как вы сказали в самом начале, конфетке, которая оказалась не такой сладкой, как нам писали, что Запад, Европа – это предел мечтаний, это пример для подражания, и, соответственно, мы должны подражать. Сейчас большой экономический кризис в мире, в том числе в первую очередь в Европе, потому что санкции в первую очередь по этим же самым странам, многим вправят мозги. И в том числе и жителям Беларуси, и этим мигрантам. Они попадут, они уже попали, многие из них. Мы сейчас же не ориентируемся на ту тусовку, которую получают бюджеты. То есть, их кормят, соответственно, они очень неплохо живут, и за счет этого неплохо себя позиционируют. Госпожа Тихановская и вся там шобла, которая рядом с нею. Я просто хочу привести очень хороший, наглядный пример из Украины, из Крыма. Это крымские татары. Да, помните, какая была проблема? Более того, она раздувается такой небольшой группой, которую содержат на бюджетные деньги Украины. Это там Джамилев и его там компашка. Они рассказывают об страшном угнетении и прочем. Прочем, а я же реально знаю ситуацию в Крыму. Никакого сопротивления. Как только Россия пришла в Крым, она порешала все вопросы с крымским татарским населением. Причем очень радикально и очень хорошо. Во-первых, она искоренила вот эту вот наркомафию. Очень много было в Бахчисарайском районе, особенно в Джанкойском районе. Это очень много было. Вот это маковые маков сели, потом ширку делали. И там сидели целые кланы на этом. Это было искоренено за 2014-2015 год. Но взамен татарскому населению отдали любой рынок. На рынках они, в Севастополе на рынке татары составляют половину жителей. Водителей татар, наверное, треть точно в Крыму ездит. То есть, они получили возможности решать свои экономические проблемы без конфликтов. То есть, зарабатывать неприступным путем. Неприступным путем. Многие татары уехали на материке, там очень неплохо зарабатывают. Проблемы крымско-татарского населения в Крыму нет. Вот она решилась мгновенно. А вот эта вот клика, вот такая же, как Тихановская и Банда, которые сидят на бюджет и которые понимают, что они могут получать деньги только потому, что они вот это открывают свой рот поганый, они будут это делать, но они никого не будут представлять. А все больше госпожа Тихановская будет превращаться вот в этого Джамилева, который якобы представляет татарский народ, глава этого татарского миджилиста, так называемого, самопровозглашенного. И вот Тихановская будет такая самопровозглашенная президент, который будет тягать, как вот эту политическую проститутку, все, кому не лень. И служить она будет всем, кому не лень, потому что у нее другого выбора нет. Да, вероятнее всего так и будет. Во всяком случае, история говорит о том, что чаще всего эти люди заканчивают очень плачевно, которые выбирают себе такую судьбу. Хотелось бы, чтобы все-таки судьба украинского народа. Я всегда об этом говорю слух, повторяю и буду повторять. Сложилось как можно благоприятнее. Тем более, что да, несмотря на то, что сейчас только середина июня, мы все понимаем, что ближайшая зима будет очень тяжелой. В первую очередь для людей, простых людей. Во-первых, возьмем ЖКХ. Каждый год это советская ЖКХ, она латана, перелатана, но как-то жила. Много денег туда никто не вкладывал. Как, например, в Беларуси, в России. Там оно жило на ладах. Но каждый год летом это все латали. А сегодня денег на это нет. От слова совсем. Более того, местные администрации этим не занимаются. В некоторых городах эта система разрушена. И там чисто люди будут замерзать. В некоторых городах, к сожалению, моему большому, например, в моем области это Ахтырка. Там вот есть высотные районы. Там много частного сектора, тебе понятно, что они замерзнут. Там будут замерзать. Опять же, продукты питания. Сейчас они есть. Это не проблема. Но за счет чего они есть? За счет того, что, во-первых, еще урожай соберут, который был посеян в прошлом году. А еще очень важный момент. Украина была экспортером птичьего мяса. И очень много выращивалось птиц, не только птиц, а другой живности, на производство для внутреннего потребления. Но, когда начались военные действия, многие бизнесмены поняли, что все, на этом бизнесе ставят надо точку, надо вытаскивать бабки. И они просто режут скот, режут птицу, но новое птичник не закладывает. То есть вырезается скот. За счет этого цены пока еще на мясо комфортны. А вот что будет весной, мне трудно себе представить. Ну, вырежут они. Ну, хотя до весны, может, еще и хватит. А отопление? Там уже цены такие ценники задирают. Ну, я не знаю. Я молчу уже про бензин. Я, кстати, в сумах видел, там уже начали вот это делать на дровах. Машины переделывать. Ну, вот, 19 век. Ну, к сожалению, да. Видите, я думаю, что зимой мы будем свидетелями того, что и квартиры кто-то буржуками отапливает. Да что говорить сейчас? Сейчас мы понимаем уже, какой кризис надвигается. Совсем в мирное, в общем-то, ну, относительно, конечно, время. Вспомните из Киева эти душесчипательные репортажи, когда в центре Украины, в столице люди замерзали в своих квартирах, дети мерзли в школах, в детских садах. Это не было еще никаких военных операций, а уже это было. А что же будет теперь? Ну, хочется пожелать действительно очень стойкости, на самом деле, украинским людям и здравого смысла. Чем больше будет последнего, помноженное на первое, тем, мне кажется, будет рано или поздно все равно жизнь наладится каким-то образом. Мы, во всяком случае, здесь, в Беларуси, все этого хотим и готовы к этому прилагать определенные усилия. Все, что от нас зависит. Спасибо вам, Юрий, огромное за то, что нашли время ответить на наши вопросы, да и, собственно, за то, что вы делаете. Я прекрасно понимаю, что ваши миллионы подписчиков, их не нарисуешь. Ваша работа, она востребована. Поэтому вы на верном пути, как мне кажется. Дай вам Бог удачи. Спасибо.